Министерство обороны Киргизии отменило проведение командно-штабных учений миротворческих сил ОДКБ. Министерство обороны Киргизии отменило проведение командно-штабных учений миротворческих сил ОДКБ. Таджикистан. Причины отмены не сказаны, но знаем только, что ни одна Киргизия отказалась, а есть и другие страны, которые также, в частности Армения, отказались от проведения учений. В любом случае, в ситуации, когда подавляющее большинство членов ОДКБ находятся в состоянии тлеющего конфликта, это Армения, Киргизия, Таджикистан, и ведут в данный момент боевые действия. Это Россия и Беларусь, в частности, проводить военные сборы миротворцев, как бы затея не очень приличная. Это же не миротворцы, это люди, которые ведут страны, которые ведут боевые действия, как бы не похожи на миротворцев. Поэтому отказались. И, как известно, не только Армения, не только Киргизстан, но и другие страны также отказались от проведения ОДКБ. Если не сказать все, за исключением Беларуси и России. Вот такая ситуация, странная ситуация, когда говорится о каких-то миротворческих учениях, вероятнее всего, никто не захотел бы означать свои силы, которые потом тут же Россия попросит ввести военные действия, спецоперации в Украине. Вероятно, этого не захотела ни одна из республик. В том числе и батька Лукашенко также не хочет таких действий. Он не хочет вводить свои армии на территорию Украины. Насколько это можно было понять? Потому что, вы помните, да, Путин его куда-то там призывал, и батька у нас, как отец Федор, бегал по заграницам, неизвестно где был, не знаю, по-моему, кажется, в течение 10 суток, с учетом того, что он никогда не покидает свою страну более чем на сутки. Потому что, ну, возможность переворота у него всегда тлеет. Поэтому Лукашенко всегда очень кокошен над своим креслом, он не покидает страну. И здесь вдруг, его не было 10 суток, где-то он скитался, как отец Федор. Помню я отца Федора, 12 стульев незабвенные. Так вот, с чайником, конечно, с чайником. И даже тот же, тоже к царице Тамар залез, вы помните? Отец Федор залезал и грыз там кусок колбасы, после чего его в дурку забрали. Ну, это отец Федор с чайником. А Лукашенко ведь тоже в Грузию побежал. Зачем? Ну, Абхазия, да. Он тоже в Грузию побежал. Зачем он туда побежал? Конечно, друзья, наверное, что-то они там готовят такое и очень даже интересное на территории Грузии. Потому что через Абхазию можно на территорию Грузии ввести свои войска. Для чего? Зачем? Ну, видите ли, такие большие амбиции, планы у тех, кто сегодня захватил власть в Кремле. И это, конечно, не те старые генералы, которых вы знаете. У нас сложилась партия войны, о чем я говорила в предыдущих роликах. Посмотрите, если кому неизвестно и кто не знает, что такое партия войны. Партия войны – это три человека у нас. Это Кадыров, Пригожин и Песков. Такие три богатыря, которые сели на лошади, и вот у них дорога прямо влево и направо. И куда они пойдут? Куда они будут хлистать своих лошадей, чтобы пойти налево-направо? Или это будет все-таки лебедь рак до щука? Пока на сегодняшний день такая ситуация, что мы не знаем, что происходит на самом деле в генеральном штабе. Куда деваются офицеры, куда деваются все генералы. Один за другим куда-то они улетают. Одни на радуге уже давно, другие где-то в Междумирье бродят. И тоже не знают, что с ними будет. Да, друзья, вообще вопросы очень серьезные и сильные вопросы. И как они будут заканчиваться сегодня в нашей с вами жизни, мы не знаем. Но каждый должен понимать, что по каждому ударят все эти три богатыря, ударят по каждому россиянину. Ну и вот, друзья, пока защитники России в лице Володиной, Захаровой, пока они выходят на свет Божий. И ничего нам с вами не рассказывают. Может быть, как раз поэтому не рассказывают, потому что тоже опешили, что в Кремле происходит такой страшный переворот, при котором просто черные полковники берут власть. Но, друзья, это не те черные полковники, которые взяли власть в Сингапуре когда-то в свое время. Нет, это совершенно другие черные полковники. Итак, Миронов заявил, что необходимо ввести режим контртеррористической операции и ответить на подрыв Крымского моста. Но только что Галкина здесь осуждали за всякие его нетрадиционные действия. И даже в суд на него подали и пытаются лишить его детей Галкина из-за его нетрадиционной ориентации. А здесь Миронов у нас выходит и говорит о контртеррористической операции и подрыв Крымского моста. И что на него необходимо ответить. Ну, вот вроде бы ответили, конечно, друзья, ответили. И если сегодня будете обращаться к словам Медведева, которые говорят, что пусть только попробуют разбомбить Крымский мост, мы им ответим. Ну, получается, что Крымский мост разбомбили как раз в угоду тем словам Медведева, чтобы они как раз ответили. Я думаю, что это так. Вообще, это цирк, это цирк, а не Крымский мост. Может быть, кому-то кажется, что это было что-то слишком серьезное. Да, друзья, погибли люди. Несомненно, погибли люди. А как же без этого? Ну, вообще-то это такой, знаете, собачий цирк. Нет-нет, это не половецкие пляски. Это просто собачий цирк и даже не собачий вальс, а собачий цирк. Мне так кажется, друзья. И вот, наконец-то, страна услышала Кадырова. Вы помните, когда Кадыров говорил, что 5 миллионов у нас силовиков. Силовиков это и полицейские в том числе. Если из них отправить ровно половину, это 2,5 миллиона получается, то армия просто будет великолепная и будет непобедимая. И вот, наконец, принято решение командировать в зону проведения спецопераций до 40 сотрудников МВД России. Похоже, что Кремлю пришлось задействовать план «Б». Первые две недели мобилизации гражданского населения показали, что она в сегодняшних российских реалиях идет по двум основным сценариям. А какие это два сценария, друзья? В первом случае, это регионы, в которых власти хотят выслужиться перед Москвой и скорее отчитаться о выполнении указа, гребут всех подряд. Но не могут обеспечить призывников элементарной экипировкой. При этом военкомы пытаются сразу отправить отряды мобилизованных в горячую точку. Может быть, за это деньги платят? Мы не знаем, друзья. Может быть, это какие-то звездочки, погоны у них сразу растут, потому что сразу в горячую точку парней, которые не прошли даже подготовку, и об этом сразу узнает общественность. Конечно, это не секрет при нашей сегодняшней информированности и существовании социальных сетей. Это все возможно, это что видно все. Граждане еще пытаются защищаться своими правами, которые даны по Конституции. Но как-то уж не очень получается у граждан защищаться и кому-то предъявлять свои права. Кому в данном случае можно их предъявить? Но в другом случае люди откровенно саботируют призыв. Протесты в Дагестане, Чечне это показывают. Разнарядку по частичной мобилизации Северная Осетия не выполнила даже на 40%. В Республике Алтай на 7 октября вовсе не призвали ни одного человека. На данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. В военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах. Направляются им повестки. Так рассказал сенатор Владимир Политаев. И одновременно начинают распространяться некие повестки, где говорится так. Ты, твой отец, твой брат, твой сын. Для Путина просто мясо разной степени поджарки. Тебя могут забрать с работы, зацепить у метро, подкараулить у зала или встретить в аэропорту. Ты должен быть готов к этому уже сейчас. А Путин объявил подрыв Крымского моста. Друзья, официально назвал терактом. Был ли это теракт? Или это какая-то такая мелкая диверсия цирковой направленности? Не важно, что пострадали какие-то пролеты, лопнули, упали, взорвались. На мой взгляд, никакого прилета, никаких ракет не было. Даже если вы их видели. Это был цирковой номер. Я как говорю, это 3D дизайн такой. Ну, прилет, да. Вы видели. Вы видели то, что вам показали. Но никто не видел этого на самом деле. И по всем разрушениям Крымского моста это тоже не похоже. Друзья, ну хотя бы немножко интересуйтесь тем, как падают ракеты. Что происходит при попадании ракеты. Интересуйтесь. Ну, нельзя же быть такими совершенно неграмотными в этих вопросах. Потому что неграмотность, она приводит вас к тому, что вы кричите о прилетах, которые вы... А вы видели в интернете? Прилеты показали. Даже два. Ну, побойтесь Бога, друзья. Нельзя так. Нельзя так совершенно показывать из себя вату или тесто. Не было никаких прилетов, потому что... Ну, нету разрушений от прилетов. Ни одного разрушения нет от прилета. Интересуйтесь. Интересуйтесь, чтобы вообще так голословно заявлять. В интернете ходит маленький видеоролик о том, что человек, похожий на Пригожина, сообщает бойцам с оторванными конечностями, что из ЧВК Вагнер только два пути. На пенсию по возрасту или в цинковом гробу. Вот такую ситуацию обрисовал им Пригожин. Пацаны молчат. Как они могут говорить? Может быть, они, конечно, очень благодарны Пригожину за свои оторванные конечности. Может быть, их жизнь или цинковый гроб, или оторванные конечности. Я не знаю, друзья, что это вообще может быть на самом деле. Но давайте вернемся так, к Пригожину. Смотрите, в 2019 году. Я уже молчала, молчала, потом думаю, дай-ка все-таки расскажу людям, тем, которые не хотят ничего понимать. Смотрите, 2019 год. Пригожин вроде бы, как нам сказали, говорили, объявляли, тогда на тот момент погиб. Его самолет взорвали в воздухе, когда он летел над Африкой. То есть он только-только поднялся в воздух, его взорвали. Самолет над Африкой. Хорошо, не надо России, не надо выяснять. Все где-то дело шито-крыто. Все это разбирались уже по внутренним каналам. Его не было, три года. Американцы стучали в дверь, пытались выяснить, где же Пригожин, где же Пригожин. И не так, чтобы уж очень не хотели они его на суд свой получить. Нет, друзья, не на суд. Они хотели именно понять, жив Пригожин или нет. Его вызывали всякие судьи, во всякие судебные организации Соединенных Штатов. Его вызывали даже по скайпу, хоть каким образом объявить. Пригожин не объявлялся. И было понятно, по всем действиям всяких военных структур было понятно, что Пригожин вроде бы погиб. Сегодня вдруг Пригожин объявляется. И объявляется не где-нибудь, не в Кремле, не рядом с Путиным. Вот он же должен был объявиться рядом с Путиным. Ведь он же повар Путина, он же организатор ЧВК. А он объявляется нежданно-негаданно среди зэков. Вот пришел он к зэкам и начинает их агитировать. Но вы понимаете, это все равно, чтобы Господь Бог спустился к зэкам, к грязи. Он вошел в грязь, чтобы агитировать их и идти как кровавое мясо на войну. Он другого им выбора не дал. Это Пригожин. И не его, скажем, заместитель Уткин, нет. И не заместитель заместителя, нет. А сам Пригожин, сам Господь Бог спускается с небес и начинает друг агитировать. Но не бывает так. Просто не бывает. Единственное, что могу предположить, что Пригожин решил каким-то образом объявиться. Не он сам, конечно, а те, кто его подтолкнули к этому. Объявиться каким образом? Ну, решили с самого простого сделать его объявление. С посещения зэков. Это, конечно, многим простым людям это покажется, может быть, нормально. Но людям, соображающим, понимающим, это покажется просто из рук вон выходящим. И понятно, что это не Пригожин, друзья. Не пойдет Пригожин к зэкам. Даже если нужно ему объявиться, он объявится на фоне Кремля, на фоне того-то, 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 с тем-то и с тем-то будет ручкаться за ручку. А нет. А Пригожина нет. Ни за ручку, ни ручкаться, ни в Кремле, ни под Кремлем, ни на Красной площади, ни на лобном месте. Нигде Пригожина нет. Он вдруг среди зэков. А потом он опять, опять-таки, среди каких-то ободранных конечностей, он сидит там, болтает с ними, что-то рассказывает, какие-то свои идеи. И Пригожин, оказывается, вместе с Кадыровым возглавляют какую-то партию войны в Кремле. Но Песков их, конечно, возглавляет. Над ними стоит Песков. Что я могу сказать, друзья? Конечно, это не Пригожин. Абсолютно это не Пригожин. Но под именем Пригожина, друзья, ведь Пригожин человек особый был. И те, кто военные, те знают, кто такой Пригожин. И вот этого особого человека, Пригожина, вдруг выставляют в качестве, то есть двойника. Создали двойника, и вот он ходит теперь в двойник. Поэтому он не ручкается ни с кем, ни с какими олигархами, ни с какими чиновниками. Нигде вы его не увидите. Только зэки, только мясо, которое, как он говорит, призывают на границы нашей Родины отстаивать, штурмовать. Чьи интересы? Интересы Пригожина? Или чьи интересы нужно отстаивать в этой кровопролитной спецоперации, друзья? Мы не понимаем на самом деле, что происходит. Но то, что это не Пригожин, я могу вам делать свое предположение. Абсолютно не похож он на Пригожина. Двойник, да. Уж если вам рассказать, как создаются двойники, друзья, вы вообще за голову схватитесь. Но это уже, друзья, для тех, кто, ну так скажем, посмекалистее. Приходите ко мне на Бусти. Ссылочку об этом я даю внизу. Посмотрите внизу под роликом. Ну или кто хочет повысить свой уровень знаний, можете записываться ко мне на частные конференции. И мы с вами будем обсуждать такие сногсшибательные вопросы, которые, конечно, друзья, многим непонятны. В силу того, что людей ограничили в получении информации. Ограничение получения информации, оно чревато деградацией сознания всего общества человеческого.